Привет, друзья! В сегодняшнем обзоре хочу поделиться с вами информацией о инструменте, который часто использую в 3D-печати для измерения деталей, для настройки принтера и 3D-моделирования. Так как некоторые зрители периодически задают мне этот вопрос. Даже находясь в другой стране, можно смоделировать очень сложную геометрию. Вот, к примеру, некоторые мои работы для друга Александра из Казахстана. Мы делали разные детали и воздуховыводы для сельхозтехники, и патрубки специальные, и разные крепежные детали с высокой точностью, и даже пресс-формы. И, как видите, расстояние совершенно не преграда для получения хорошего результата. Но без точного инструмента добиться этого будет достаточно сложно. Главный инструмент в моем арсенале это штангенциркуль. И таких у меня уже 4. 2 механических советских, но они не особо удобны, но в то же время обладают высокой надежностью и точностью. Ну и 2 электронных. Один дешевый из Китая за 12 долларов, который периодически сбивается, при этом сильно заедает, огромные зазоры измерительных губ и достаточно большую погрешность. И которые вам точно не рекомендую. Поэтому на смену этому штангену я прикупил 4. Именно действительно уникальный инструмент. Учитывая низкую цену всего лишь в 19 долларов. Это клон известного японского бренда Mito Toya. С первого взгляда бросается в глаза качество зеркальных поверхностей. Не только направляющий, но и глубиномера, который даже отфрезерован. Но больше всего мне понравилось отсутствие люфтов и зазоров в измерительных губах. Даже на просвет не видно никаких щелей. И это касается измерения внутренних отверстий. Качество обработки действительно на высочайшем уровне. И твердость металла тоже впечатлила. Но честно сказать, очень жалко использовать такой инструмент в качестве циркуля. Синяя кнопка отвечает за включение и выключение штангена. Верхняя же кнопка калибрует в ноль. При этом предел измерений доходит до 152 мм. И самое главное, не сбивается даже при многократном измерении. Также есть возможность переключения с миллиметра в дюймы. И желтая кнопка Zero это очень удобная функция для дополнительных измерений. К примеру, вы замерили ширину детали и вам нужно продолжить дальнейшие измерения. Нажимаем на Zero и проводим замер. А теперь хотим узнать, например, общую длину. Снова нажимаем на Zero и получаем результат 82,5 мм. В этом же магазине Milton Tool Store я прикупил эталон на 50 мм, чтобы сразу и проверить этот штанген. И точность измерений мне понравилась. При этом сам эталон достаточно плотно двигается вдоль измерительных губ. То есть параллельно соблюдается. Никаких зазоров. Такой же замер сделал и по внутреннему измерению. Тоже проблем нет. Глубиномер также не разочаровал. На дисплее мы видим ровно 50 мм. Теперь проверим набор щупов с номиналами 4, 5, 6, 8 соток и одна десятка. Как видите, друзья, этот штанген за 19 долларов однозначно стоит своих денег. И показывает просто превосходные результаты. При этом качество сборки на высоком уровне. И такой инструмент я смело могу вам рекомендовать к покупке. Не только для 3D печати, но и уважаемым ЧПУшникам. А теперь возвращаемся к нашим щупам. Они стоят копейки, но являются отличной альтернативой листу бумаги для точной калибровки стола. Таким способом пользуются многие 3D-шники. И это вполне оправданно. Ведь бумага бывает разная. И по плотности, и по толщине. А щупы это заводской инструмент, которому претензий быть не может. Без пинцета никуда. Он очень хорошо помогает убирать излишки при очистке сопла. В основном используются два вида пинцетов. Загнутый и ровный. Но вы сами для себя определите, какой будет вам удобнее. Теперь о линейках. Перепробовал почти все варианты. От дерева до пластика. Но остановился на металлической. У которой отлично видна измерительная сетка. Есть деление на полмиллиметра. И вся разметка продавлена. А значит не сотрется со временем. В отличие от того же пластика или дерева. При выборе уголков также предпочитаю металл. Так как пластиковые в большинстве случаев не имеют точного угла 90 градусов. А такой вариант очень удобен за счет широкой поверхности и замкнутого контура. Но для каких-то серьезных задач я использую поверочный угольник. Мне он очень хорошо помог для контроля других уголков и сборки 3D принтера. Также иногда в замерах использую самодельный транспортир для определения углов. Но лучше купить металлический в Китае. Он более точный и надежный. Часовой индикатор со стойкой не обязателен. Он больше подходит для ЧПУшников. Но в 3D печати также иногда применяется. Например при разных экспериментах. Можно использовать для калибровки стола. Для проверки точности механики. Или например вот такой вот опыт с вибрацией во время печати. С которой большие проблемы у того же Sapphire Pro. Но как вы видите при печати на медведя на скорости 80 мм в секунду, ускорениях 1500 и джерках 15 вибрации не более полторы сотки. И это очень хороший результат для такого бюджетного принтера. Проволоку для чистки сопел я использую не по назначению, а для проверки реального диаметра сопла. Так как часто написанное не соответствует фактическому. Для удобства хранения использую обычный кусок тефлона обжатый плоскогубцами по краям. С носичками, который говорит о диаметре сопла. Точность такой проволоки просто отличная. А значит и замеры сопел будут максимально точны. А вот вам и пример проблем с диаметром сопла 0,3. Берем чистку такого же диаметра и пытаемся воткнуть. Но ничего не получается. Диаметр слишком мал. А вот проволока 0,25 входит неплохо. Такая погрешность может привести в итоге к реальным пробкам и проблемам. Так как материал будет подаваться больше чем нужно. Для смены сопла я раньше использовал рожковый ключ. Но им не особо удобно крутить. А вот накидная головка с шестигранником отлично себя зарекомендовала. И ее однозначно советую. Вот так вот выглядит мой скромный инструмент для 3D печати. Конечно это не значит, что каждый из вас должен его купить. Для себя я решил один раз и навсегда, что скупой платит дважды. И поэтому нужно покупать только качественный инструмент. А на этом я с вами прощаюсь. Ссылки на него скину под видео в описании. До новых встреч. Пока.